В эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Заброшенные никому не нужные люди по улице Авариной. И вновь разговор идет о ценах. Карагандинская лезгинка и ее почитатели. Заброшенные никому не нужные люди оказывается живут у нас в Караганде по улице Авариной. Где эта улица и почему жалуются люди, выяснял наш корреспондент. Некогда на улице Авариной стояли ведомственные дома. Не знающий города человек не сразу их и найдет. Это микрорайон перед кирзаводом. Акраина. Но в 50-х годах прошлого века работники мясокомбината радовались новым квартирам. В новых тогда домах. Но 90-е годы внесли свои коррективы и в жизнь жильцов этих домов. Предприятие не смогло больше содержать ведомственные дома с этого периода. И можно вести отсчет долготерпению жителей дому по улице Авариной. Оно оказалось стабильным, но не вечным. В это время, в зимнее, нету дороги ни пройти, ни проехать, ни скорой помощи вызвать. Если случится пожар, то пожарное тоже никак не пройдет. В общем, живем без всяких условий. Нет отопления. Про отопление мы уже не будем говорить. Но то, что 20 с лишним лет у нас нет воды, входили и обращались в Акимат. Наше заявление один раз пропало, второй раз загистрировали, сказали, что будем решать вопросы и известим. Но вот уже весна 2014 года наступает. Нам никакого решения, ничего, никто. В общем, мы заброшены, никому не нужные люди. Сегодня здесь живут практически одни пенсионеры. Трудовая жизнь закончена, а ни помощи, ни уважения к себе от властей города они не чувствуют. Зима и вовсе отрезает их от цивилизации. Как вот в магазин пойдем, так возить далеко, сидим голодные. Ну, просим, просим, соседи принесут, дети сбегают, если срочно что-то надо купить. Главная проблема не только в снежных заносах. Жители благодарят руководство «Газойла» за то, что они дали грейдер и пробили дорогу. Уже много лет пенсионеры сидят без водоснабжения. Надо ее привозить 2-3 раза в неделю. Добрый кусок пенсии на это уходит. Ведь приходится просить доброго дядю об одолжении. Хорошо, если кому-то дети помогают. Берет баклажки, едет домой, набирает и привозит. Считай, он тоже за воду платит. И мы платим за воду. Старожилам наслаждаться заслуженным пенсионным отдыхом некогда. Идет борьба за выживание. Они называют свои дома «забытыми Богом». Даже улиц такой никто не знает. Да, мы писали. В Акимате есть у нас письмо, что мы еще летом, уже года два письмо это лежит, что мы писали по поводу воды, что у нас пенсионеры и все без воды. И ходили, узнавали, никакого движения нет. Все потеряли. Никакого движения нет. И теперь я не знаю. Что вы требуете? Требуем, чтобы нам помогли организовать воду. Как нам объяснили в аппарате Акима района имени Казыбекби, в ряде подобных домов проблемы уже решены. Только эти дома находятся в городе, недалеко от магистрали центрального водоснабжения. По улице Аварийной ситуация несколько иная. Два данные, два двухэтажных дома в свое время, в советское время находились на балансе мясокомбината. То есть это были ведомственные дома. Система водоснабжения была автономной. Поскольку в Акимат района обращения от жителей не поступало, мы этот вопрос не рассматривали. После этого обращения мы совместно с администратором программы Ахбулак и Караганды-Су выедем на место, рассмотрим этот вопрос и будем принимать решение. По рассмотрению вопроса мы проинформируем жителей. Правда, надо учитывать удаленность этих домов от центрального водоснабжения и экономическую целесообразность. Ведь существует генеральный план развития Караганды. Но тем не менее. Будем этот вопрос рассматривать, я думаю, на этой неделе. Выйдем, посмотрим и будем уже выносить этот вопрос на уровень Акимата города Караганды и решать этот вопрос. Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Бытия Роспанов, Первый, Карагандинский. На недавней встрече с населением Акиму Карагандинской области Бауржану Абдишеву было задано много разных вопросов. Часть из них более детально рассмотрели в областном Акимате. Аким области Бауржан Абдишев встретился за одним столом с людьми, у которых возникли разные проблемы с жильем, с открытием своего бизнеса и многое другое. При этом люди пришли не только со своими личными проблемами, но и с вопросами, имеющими общественную значимость. Так, например, житель села Жартас Абайского района Алтенбек Багаев просил оказать содействие в выделении кредита для строительства овощехранилища. Бауржан Абдишев все обращения взял на свой личный контроль и пообещал со всем разобраться в ближайший месяц. 3 марта стало известно, что правительство склоняется к повышению предельных розничных цен на горюче-смазочные материалы. Попытка сдержать рост цен исчерпывает свои возможности. Запасы бензина на исходе. Если волевым решением не разрешить дорожать ГСМ, может возникнуть дефицит. Наступает необходимость закупать новую партию бензина и солярки. Закупка происходит в долларах. Российское горючее по расчетам правительства покрывает 40% спроса. Автовики-посредники уже подняли цены на дизельное топливо на 13 тысяч тенге за тонну. Причем на наше, казахстанское дизтопливо. А российское горючее подорожает на 20%. И наши цены, скорее всего, сравняются с российскими. Чисто арифметические расчеты дают сделать предположение, что на автозаправках самый спросовый бензин будет стоить 130-140 тенге за литр. Это нам невыгодно, нам трудно будет. Цена должна быть стабильной. Все дорожает. Только куда? Запчасти тоже подорожают. По словам министра экономики и бюджетного планирования Ербалата Досаева, в течение первого квартала горючее не подорожает. Но потом предельные цены на горюче-смазочные материалы планируют пересматривать практически каждый месяц. Рассуждаем далее. В Караганде работает 23 социальных павильона. На их ассортимент власти установили фиксированные цены. Ожидается, что стоимость картошки, сахара, муки и других социально значимых продуктов питания не будет повышаться как минимум до мая. Они могут вырасти только в том случае, если подорожает бензин и еди из топлива. Пока на сегодняшний день в прайс-листе социальных павильонов, которые распространила пресс-служба городского Акимата, довольно демократичные цены. К примеру, картофель стоит 65 тенге, капуста – 50 тенге, лук – 80 тенге и морковь – 55 тенге. Цены на крупы тоже весьма приемлемые. Манка продается по 80 тенге за килограмм. Это гораздо ниже, чем в супермаркетах. Как объяснил нам директор ТОО «Береке-2010» Ибрагим Салиев, такие цены удается держать в первую очередь за счет минимальной накрутки – 5-10%. Например, муку первого сорта покупают по 50 тенге за килограмм. Добавляется всего 2 тенге и продается по 52 тенге. Как-то даже продавался сахар по цене ниже закупочной. Но это не благотворительность. Просто снизили цену за счет других продуктов, которые не относятся к социально значимым. Например, за счет колбасы, яблок и бананов. Помогает в сдерживании цен и то, что в свое время с крестьянскими хозяйствами были подписаны фьючерсные договоры. Им выделялись деньги на горюче-смазочные материалы и семена. А осенью они по минимальной цене, например, сдавали картофель. Он закладывается в овощехранилище, а потом выбирается оттуда и продается. Такие цены будут держаться и до тех пор, пока будет возможность получать продукты из стабилизационного фонда. Пока овощей хватает. А дальнейшее покажет новый урожай и завоз сельхозхозяйственной продукции из Киргизии и Узбекистана. Сергей Высокосов, Бахия Роспанов, 1-й Карагандинский. Жители станции «Сортировка» жалуются на то, что у них снег не убирается вовремя. Жители уверены, если так будет продолжаться, то весенние паводки не обойдут их стороной. Да к тому же все работы, связанные с КСК, они выполняют сами. Все подробности в следующем сюжете. Горожане, которые проживают по улице Гайдара и Победы, сталкиваются с такой проблемой не первый год. Как только наступает весна, главная их задача – это уборка дворов от скопившегося снега. Они постоянно конфликтуют с уборщиками улиц. Говорят, что снег здесь приходится убирать своими силами. Сказали, мы не состоим нигде. У нас нет КСК, у нас нет. У нас по всей сортировке нет КСК. Что нам теперь делать? Мы постоянно чистим все сами. У нас все дворы выходят. Сами чистим, сами делаем субботники. Но мы не можем весь снег этот вычистить. В этих домах нет КСК. И потому жители сами решают все свои житейские проблемы. Канализация постоянно забивается. В домах сырость. Особенно страдают люди, проживающие на первом этаже. Все скопившиеся коммунальные вопросы решают за счет собранных средств самих жителей. Летом мы страдаем от мусора. У нас рынки, у нас школы, у нас магазины. Все выносят сюда на рынок, на нашу помойку. Мы постоянно забиты мусором. Все лето убираем сами. Весь сток воды идет к этим домам и весной все заливает. Жильцы говорят, что устали от этих проблем и хотят жить в нормальных условиях. Там сырость, там не пройдешь. Вот час начнется, там надо одевать сапоги. У нас канализация полила в том году. А вот отсюда прям все бежит. Где-то забилось и сверху вниз. Пошли слесаря, они не могли пройти. Потому что пришлось одевать болотные вот такие сапоги по самым. И тогда только они пролезли. Проблема со снегом в скором времени найдет свое решение. Представители руководства Октябрьского района Вакимата заверили, что работы по уборке снега обязательно будут сделаны. По просьбе жителей, также нами, аппаратом Вакима Октябрьского района, выделена техника, специализированная техника для вывоза снега. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жителям всего Октябрьского района, чтобы они нам помогли вывести весь снег в дворовых территориях. И своевременный вывоз снега позволит нам устранить паводки, что весьма важно в весенний период. Проблема по уборке снега решится, ну а коммунальные вопросы пока оставляют желать лучшего. Гульнур Жакенко, Ират Рашитов, Бахтер Успан, Впервый Крагандинский. Актриса театра имени Станиславского Галина Турчина на протяжении 20 лет работает на карагандинской сцене. По ее словам, наш город особенный. Это отмечают и известные российские режиссеры. А какие спектакли любят зрители шахтерской столицы? Смотрите в следующем репортаже. Это как шиш. Одна из любимых ролей у Галины Турчиной сегодня – это спектакль «Зойкина квартира». Хотя в ее карьере были и другие достойные постановки. Встреча с театром у Галины произошла еще в детстве. После окончания школы она поступила в театральный институт. Женщина говорит, что профессия актрисы всегда будет актуальной. Несмотря на житейские проблемы, которые возникают у горожан в настоящий момент, люди все равно ходят в театры. Все тянутся за какой-то духовной пищей. И полные залы в театре уже на протяжении многих лет говорят об этом. И пишут. И сейчас стала доступна такая форма общения в социальных сетях. И поэтому, вот даже потому, как мне последние годы пишут в «Одноклассниках», в «Контакте». Это так приятно. Зритель посмотрел спектакль и написал свое мнение. Я два раза не надела одну и ту же пан. Нога у вас такая. Нога. Сегодня карагандинская публика самая разная, считает актриса. Молодежь, например, хочет видеть развлекательные комедийные спектакли с современными танцами и музыкой. Но есть и те, кто интересуется только серьезными спектаклями. Среднее поколение и старшее. Они, конечно, хотят серьезных спектаклей, не только комедии. Они с удовольствием ходят на классику. Видно по реакции вот этого среднего, старшего поколения, что они с удовольствием и хотят, и жаждут, и спрашивают. Актриса очень любит караганду. Она считает наш город особенным. И даже тогда, когда Галина гастролирует по всему Казахстану, она никогда не забывает о нем. Помимо того, что зритель образованный и интеллигентный, еще у нас зритель очень доброжелательный и чувственный. Это даже отмечают режиссеры приезжие. Вот Горник приезжал из Москвы, режиссер такой. Бородин из Белгорода. Ширяев. В 2009 году Галина Турчина победила в номинации «Лучшая актриса года». За вклад в развитие искусства Карагандинской области она была отмечена различными благодарностями и грамотами. Сегодня артистка готова к новым и интересным постановкам на сцене, чтобы вновь радовать карагандинцев неувидающим искусством театра. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Карагандия 80. Ее строили народы самых разных национальностей. Их культуры не только не потерялись за это время, но расцвели с новой силой. Школе лесгинки в Карагандии исполнился один год. И людей, кто хочет научиться плясать под кавказские ритмы, становится все больше. Причем познать душу танца хотят представители самых разных национальностей. Наш корреспондент Николай Кровец тоже решил освоить движение зажигательной лесгинки. Что из этого получилось, смотрите в следующем репортаже. Молодой парень из нашего города Умар Омаров танцует лесгинку в паре с очаровательной девушкой перед многочисленной публикой. Зажигать он стал еще в детстве, как только начал ходить. А все движения он запоминал мгновенно после различных семейных торжеств, которые проходили у него дома. В результате чего Умар сегодня помогает другим людям освоить все тайны самого популярного танца на Кавказе. Родина лесгинки принято считать Дагестан. Но лесгинку также танцуют практически все народы Кавказа. Танец тесно связан с бытом. То есть на всех свадьбах, на каких-то мероприятиях, когда собираются родственники, земляки, всегда танцуют лесгинку. Школа лесгинки существует в Караганде больше года, а жители нашего города с большим желанием стремятся попасть на уроки мастера. Корреспондент телеканала «Первый Карагандинский» тоже решил выучить несколько нетрудных движений. Собираем исходную позицию. Сегодня в Караганде проживает много представителей кавказской национальности. После того, как они стали сюда переселяться, по словам Умара Умарова, этот зажигательный танец захотели выучить и другие народности. Лесгинка – это прежде всего парный танец. Его танцуют не только мужчины, но и женщины. Год назад, 1 марта, пришла научиться лесгинке для себя, потому что очень нравился танец. Ну, не думала, что настолько все далеко зайдет, потому что я уже не могу без этого жить, можно так сказать. Лесгинка, прежде всего, дает мне открыть себя, полностью раскрыться, показать свой потенциал. Также для разнообразия в этой жизни, для кого не секрет, что лесгинка – одна из таких самых ярких, зажигательных танцев в мире. И этим, я говорил, желанием заниматься уже не один год, года два, но не мог найти. Во время исполнения лесгинки парень смотрит девушке в глаза. Она скромно опускает взгляд до уровня груди партнера. Эмоции нужно добавлять и в движение, чтобы подчеркнуть темперамент. Научиться танцевать лесгинку может каждый, независимо от возраста и национальности. Главное – желание и смелость. Школа лесгинки открылась для того, чтобы каждый желающий смог научиться танцевать лесгинку. То есть, у нас никаких ограничений нет. Кстати, танцевальный коллектив Умара Умарова можно частенько увидеть на многих прачечных концертах, которые проводятся в Караганде. И каждый раз их встречают огромными аплодисментами. А пока мастер по лесгинке готовит сюрприз для всех жителей нашего города. Об этом узнаем позже. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. 58 недавних курсантов Академии Министерства внутренних дел пополнили ряды карагандинской полиции. Их торжественно встречали коллеги по работе и руководство Департамента внутренних дел области. По доброй традиции, с этим знаменательным днем бывших курсантов, а ныне офицеров полиции, поздравил заместитель начальника ДВД Карагандинской области, полковник полиции Ардак Энтыкбаев. Стоит отметить, что из 58 курсантов 27 молодых полицейских выбрали себе оперативно-розыскную специальность. 19 будут работать следователями, 12 – участковыми инспекторами. Среди новобранцев – 11 девушек. И хоть работа в полиции считается мужской, в последнее время все больше девушек мечтает о карьере полицейского. Руководители управления и ветераны полиции пожелали молодежи уверенно применять теоретические знания, полученные в стенах Академии в нелегком деле борьбы с преступностью. В органах внутренних дел служат твердые принципиальные люди. Они одинаково чтут честь мундира и права человека. Вы выходите на передний край борьбы с преступностью, а это сложно и опасно. Ордак Интыкбаев пожелал молодым полицейским настойчивости и добросовестного отношения к работе. На призы Акима Октябрьского района в сортировке третий раз проводятся зимние соревнования по президентскому многоборию среди школьников. Наш корреспондент наблюдал за ходом этих соревнований. Президентское многоборие среди школьников проходит по программе «Третьи зимние спартакиады Республики Казахстан». Сегодняшнюю молодежь не надо агитировать за здоровый образ жизни. Это уже становится стилем. Сегодня мода такая – быть здоровым и красивым. 200 участников стартовали в лично-командном первенстве. Они соревновались в стрельбе, силовой гимнастике и в лыжных гонках. Парк ДК железнодорожников запестрел спортивными костюмами. Лыжники выбирали стиль гонки самостоятельно. Но главное здесь не азарт, а стремлению узнать свои физические возможности. Лучшие будут защищать честь района на областных соревнованиях. С каждым годом все больше и больше соперников. Молодежь сильнее приходит. Мы стараемся не сдавать. Я третий год участвую и три года подряд выигрываю. Похвальное первенство. Победители в соревнованиях получили ценные призы и грамоты Акима района. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бакия Руспанов, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. До свидания. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова